В студии Наталья Смоленинова поговорим об истории Приморья. Недавний циклон стал причиной наводнения во многих районах края. Так сложилось исторически, что наше Приморье то и дело становится жертвой тайфунов, идущих с Юго-Восточной Азии. До сих пор самым разрушительным природным бедствием в регионе считают наводнение, которое произошло в 1914 году. Тогда погибло 190 человек, почти 3000 животных, а также было разрушено 500 жилых строений. Наводнение совпало с началом Первой мировой войны, что значительно усложнило восстановление разрушенных деревень. Тайфуны приходили в Приморье и после, но вести их подробный учет начали лишь в середине XX века. По данным метеорологов, наш регион, начиная с 1951 года, подвергался воздействию тропических циклонов 150 раз. Так, в июле 1986 года на край обрушился самый продолжительный в истории Приморья тайфун Джуди. Он шел 6 суток. Скорость ветра достигала на минуточку 166 километров в час. Во Владивостоке затопило некоторые микрорайоны и низины. Разрушены были многие городские дороги. Случились многочисленные оползни. Тогда погибло 15 жителей края. Затопило 109 населенных пунктов. Стихия повредила около 2000 домов. Размыло 2000 мостов и 1000 километров дорог. Утонуло 75 тысяч голов крупного рогатого скота. Ну а если говорить о современной истории региона, то у всех на памяти, конечно, прошлогодний Лайн-Рок. Тогда сносила дома, мосты, людей приходилось эвакуировать вертолетами. К сожалению, предотвратить капризы природы невозможно. Но если есть шанс помочь тем, кто попал в немилость погоды, надо его использовать. Хочу напомнить, что во Владивостоке и других муниципалитетах края собирают гуманитарную помощь пострадавшим на этих выходных. И вы тоже можете помочь. На этом все. До встречи.